Генеральная ассамблея В 70-е годовщина ООН дает возможность вновь проявить нашу приверженность идеалам и принципам, уставам, уставовам. Сегодня эти идеалы и принципы находятся под угрозой в различных отношениях, в различных частях мира. Мы видим, что огромное число перемещенных лиц есть без прецедента после Второй мировой войны. 50 миллионов стали перемещенными лицами в результате конфликтов, войны или преследований. Насильственный экстремизм растет. Террористические группы проявляют большую степень варварства, жестокости. В 21 веке женщины и девушки продаются на рынках рабов, преступниками и террористами, подвергаются надругательству, унижению. Наиболее примитивные казни сосуществуют наряду с высокоразвитыми уровнями развития информационной технологии. Совершаются также и кибернетические преступления. Нарушаются принципы устава ООН. В прошлом году мы видим, что Кремль пытался переписать историю после Второй мировой войны, захватив Крым. Возникли новые проблемы в области безопасности в настоящее время. Аннексия Крыма и военная агрессия на востоке Украины выделяются в общем контексте, поскольку они влекут с собой посредствами международного миробезопасности. Эти действия подрывают устои международного права и международно признанные правила проведения. Это подрывает устои, которые позволили миру существовать последние 70 лет без войны. Мы не можем мириться с нарушениями устава ООН. Наши коллективные усилия направлены на поддержание суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины. Если бы мы не принимали таких действий, то ситуация была бы серьезнее гораздо обстояла. Оккупированные территории Грузии и Молдовы указывают на то, что нам необходимо извлечь уроки. Мы их извлекли, но никогда не использовали в наших действиях. Мы должны отмечать и указать на то, что если закрывать глаза на преступления, то они не исчезнуты. Они будут расти по своим масштабам и серьезностям и распространяться на весь мир. Поэтому мы должны поддерживать международные права, права человека, гуманитарное право. И обеспечивать, чтобы нарушители этих прав и законов отвечали. Была принята резолюция в связи с годовщиной массовых убийств в Сребрянице. И это является оказательством того, что Международное сообщество должно прилагать все усилия к тому, чтобы не допускать таких массовых зверств в будущем. Поэтому необходимо это учитывать при рассмотрении вопроса о реформе советской безопасности. Для того, чтобы он и впредь имел авторитет, Международное сообщество необходимо обеспечить то, чтобы не применялось правовое вето в случае преступлений против человечности, военных преступлений и геноцидах. Если бы Совет Безопасности не смог обеспечить надлежащего гуманитарного доступа в Сирии, ситуация в мире обстояла бы гораздо хуже. Необходимо, однако, обеспечить также и то, чтобы те, кто применял бочковые бомбы и другие ОМУ в отношении гражданского населения, также отвечали за свои действия. Мы видим, что в результате таких действий миллионы сирийцев должны были бежать из своей страны. Однако мы видим, что, несмотря на то, что много резолюций принималось по Сирии, в результате применения правового вето ничего не изменилось позитивным образом. Мы видим, что есть сейчас глобальный гуманитарный кризис во всем мире, который требует глобального реагирования. Если мы не решим проблемы, которые лежат в основе такой катастрофы гуманитарной, в результате которой люди должны избежать своей страны, мы не сможем исправить положение, не сможем исправить организацию и неравенство. Мы не сможем прекратить потоков беженцев, конфликты и безнакония по-прежнему будут процветать. Экстремизм, радикализм, терроризм будут по-прежнему процветать. Мы и не можем просто допустить этого. Мы живем в то время, когда все вызовы и угрозы усугубляются новыми, возникающими угрозами и проблемами. 70 лет спустя после своего создания ООН должна адаптироваться к современным условиям мира и иметь необходимые механизмы для дальнейшей эффективной работы. ООН должна эффективнее решать проблемы, лежащие в основе ситуации, а не бороться лишь с симптомами. ООН должны быть все возможности для того, чтобы действовать в условиях асимметричной войны, гибридной войны и в контексте растущего терроризма. ООН должны эффективнее также обеспечивать предотвращение конфликтов, обеспечивать посредническую деятельность, чтобы не допустить гибель людей и использовать все возможные ресурсы. Необходимо по-новому проводить работу во всех областях. И нам необходимо начать действовать сейчас, обеспечивать глобальные партнерские сферы, или же кризис и конфликты по-прежнему вынуждает нас действовать в конечном итоге, но это обойдется гораздо дороже. ООН прекратит свое существование, если люди перестанут в нее верить. 70 лет спустя после учреждения ООН мы должны доказать, что мы по-прежнему неуклонно верим в ООН, которую мы все поддерживаем. Спасибо. Я благодарю от имени Генеральной Ассамблеи, президента Республики Литва, за выступление. Прошу делегатов оставаться на своих местах. Прошу делегатов. 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 Продолжение следует...